Более сотни законов приняли островные парламентарии в 2021 году. При этом 24 поправки направлены на социальную поддержку жителей Сахалина и Курил. По этому показателю традиционно наше странно-регион первый в стране. Получателями мер соцподдержки являются прежде всего семьи с детьми, одинокие родители, инвалиды и ветераны. Первый выпуск программы «Дума актуальна» в новом 2022 году мы посвящаем важным вопросам социальных гарантий и волонтерской работы, как никогда актуальной в дни бушующей пандемии. Меня зовут Ольга Артемова. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Остается сохранение социальных гарантий и большого пакета мер соцподдержки, которыми мы всегда и отличались по сравнению с другими регионами. Вы абсолютно правильно заметили, что в период пандемии, уже почти два года пандемии, это серьезный удар не только по экономике Сахалинской области, по российскому бюджету, по всей мировой экономике был нанесен сокрушающий удар. И мы помним май прошлого года, когда нефть была не просто в плюсе, когда планировалось 46 долларов за баррель, нефть ушла на минус 20. И поэтому, конечно, все бюджеты Российской Федерации, регионов, Сахалинской области ушли в минус, у нас это ушло на минус 60 миллиардов. Но тем не менее, что ситуация стала исправляться, вакцина, вакцина, очень огромные деньги были вброшены в поддержку нашей медицины на кислородные аппараты, на оснащение современной техникой врачей, на финансовую поддержку врачей, работающих в красной зоне, на пакет, на чайный набор, на продуктовые наборы, на оборудование. Это уже волонтерское наше движение по линии «Единая Россия». И ситуация исправляется. И уже мы только в прошлом году получили в августе 18 миллиардов плюсом, и в декабре 8 миллиардов плюсом. То есть ситуация на газовом нефтяном секторе исправляется, мы получаем плюсом. Поэтому у нас бюджет на 22-й год из пессимистического ушел уже где-то на сбалансированный. Доходная часть 126 миллиардов вместо ожидаемых 111. И мы предвидя ситуацию, что нефть растет, мы предполагаем, что в июле этого года и в декабре этого года мы получим еще добавки из-за роста, из-за улучшения конъюнктуры на нефтегазовом рынке. Поэтому мы ставим в расходную часть 148 миллиардов рублей, стараясь сохранить все меры государственной заботы о сахалинцах и курильчанах. Мы продолжаем. Те долгосрочные программы мер соцподдержки, они остаются. Единственное, остановлены некоторые вещи, 5-6 позиций, действия программ которых закончена. Есть моменты по многодетным седням, когда при рождении четвертого ребенка семьи получали от 5 до 7 миллионов рублей на приобретение новой квартиры. Сегодня вопрос в работе, чтобы никто не обижался. Это все считается, актуализируется. Это в работу мы все берем. А направления остаются одни и те же. Это базовое, продолжить наращивать темпы жилищного строительства, переселения из аварийного ветхого жилья, газификация, дорожное строительство, меры соцподдержки по всем направлениям здравоохранения, образования, спорт, культура и развитие молодежной политики. Поэтому по прошлому году мы вышли опять на рубежи, превышающие 500 тысяч квадратных метров нового жилья. Сахалинская область – первый регион в России, первый, который уже начал реализацию федеральной программы по переселению людей из аварийного жилья, которое признано таковым на 1 января 2017 года. Ни один регион России еще в эту программу не вступил. Конечно же, хочется перейти к не менее важной теме. Это тема волонтерства, да, в связи с коронавирусом появились новые грани. На самом деле добровольцы помогали и продолжают это делать и больным, и врачам, и пожилым людям, и островитянам, которые находятся на самоизоляции. Вы находитесь в центре этого движения. Расскажите чуточку подробнее. Может быть, какие-то есть важные вопросы? Может быть, даже с какими-то сталкиваетесь с проблемами? Вот немножко подробнее об этом движении. Оля, я сразу скажу спасибо тем ребятам, которые не разово... Я говорю, всегда можно раз помочь, этим очень гордиться, написать в какой-то пост в соцсетях, я там помог и так далее. Вот это тоже хорошо, и спасибо этим ребятам. Два раза можно помочь и отойти, потому что работа тяжелая и постоянная. У меня низкий поклон от всего сердца тем ребятам, которые со мной рядом, с нами рядом, два года подряд. Их немного. Вот реально по области их человек 350, которые занимаются автоволонтерством, доставку лекарств старикам на самоизоляции, продуктов и так далее, которые возят врачей к старикам, к больным людям, ковидом, а стариков обратно возят в поликлинике на диспансеризацию. Мне это очень близко, я каждые выходные волонтерю, поэтому мы общаемся с врачами в этом направлении. Нагрузка нереальная. И когда вот мне пишут в соцсетях, Андрей Алексеевич, а что вы там пишете, это все такое, мой там муж не попал к больным. Я говорю, да он попадет обязательно, к нему приедут. Но в период пандемии, сейчас омикрон пошел, и вал пошел, еще на один порядок больше увеличилась нагрузка, и по 1,300 мы получаем почти по 50 тысяч в день звонков. Это очень хорошая схема общения. И врачи выезжают. Но нагрузка выросла на два порядка. Врачи загружены. Вы знаете, вот детская поликлиника, 13 врачей, 800 вызовов в день. 800 приемов в каждой поликлинике. Поэтому волонтерам низкий поклон. Андрей Алексеевич, ну на самом деле, столько вы перечислили добрых дел, и ведь за каждым стоит человек, да? А вот сегодня команда волонтеров, вы перечислили такое большое количество организаций. А как вот сейчас многие смотрят нас, и возможно возникнет желание присоединиться к команде волонтеров? А как это можно сделать, куда необходимо обращаться? Это штаб волонтеров «Мы вместе». Он аккумулирует все наказы, и он его отдает уже или в районы, или в Сахалинске нашим волонтерам. То есть все организовано. Это если одинокий старик, бабушка, дедушка, там привезти лекарства, мы всегда это сделаем. Или какой-то продовольственный набор, или просто привезти к нему соцработников или врача. Вот, по-моему, 24.03.90. Можно мне в соцсети писать спокойно. Да, я знаю, что вы оперативно всегда отвечаете и не игнорируете. Мне проще WhatsApp в директ, потому что новости опускаются вниз, обращение нового. В директе я этот огонек вижу, я сразу в работу помощнику и сам беру, отвечаю. Андрей Алексеевич, не могу вас отпустить, не задав еще один очень важный вопрос. Социально значимый проект «Спорт против подворот». Не знаю, что готовится очередной турнир. И вот, если можно, поподробнее расскажите. Я всегда говорю, придумать легко, начать чуть труднее, продолжить сложнее. А вот бросить легко, а возродить почти невозможно. Поэтому любой проект надо сжимать и стоять насмерть. Потому что, еще раз говорю, доброе дело должно продолжаться постоянно. Один минус. Друзья не выдерживают, и соратники, которые, прошу мне помочь, они не выдерживают мой режим работы. И вот благодарен и Наташе Сирой, и Тамаре Садыковой, и нашей Ольге Викуловой, Диме Чекину, которые вот этот, саму этот проект тащат дальше и дальше. Потому что на агентство по молодежи, Маше Павлову, сейчас Дима Смекалов, понимаете. Он же маленький оргкомитет, штаб. Ири Шимко. И вот сегодня уже 18-й проект, 10 команд, организация уже, уже как бы идет на деньги все заложено в бюджете. Уже все мэры знают, что при проектировании дворовых территорий, уже по умолчанию должны быть турники и брусья, детские спортивные комплексы, игровые площадки. Или это корт, или игровая площадка с безопасным покрытием, где и волейбол, и футбол, и так далее. Мы сами эти проекты рисовали, чертюзили, и отдавали в работу. Я помню реакцию Олега Николаевича Кожемяка. Ты когда это успел сделать? Да вот тогда и сделали за три дня, просто полное ТЗ. Спасибо компании «Град» и «Сфере», что помогли мне это сделать. Мы выстроили систему подготовки хоккея, от детсадовской лиги до профклуба «Сахалин». Мы играем в наши мальчишки после детской и юниорской лиги, любительской, входят в систему Всероссийской юниорской лиги, молодежной хоккейной лиги. И мы даем им будущее, не всем, конечно, талантливым детям, закрепиться в хоккее профессиональном. И я верю, что, может быть, не через 10 лет, а чуть попозже, но и у нас игроки будут в сборной команде. Эту систему нельзя бросать. Есть много сейчас посылов. Закрыть не надо, зачем? Это так мировая практика профподготовки хоккея сделана. У нас в лыжах такое есть. Футбол надо развивать, баскетбол, вот такие игровые. Горонолыжный спорт. У нас все для этого есть, и подход власти очень хороший. Андрей Алексеевич, я благодарю вас за полезную и интересную беседу. Спасибо вам за такие значимые идеи и добрые дела. До скорой встречи. Спасибо за добрые слова и поддержку. Спасибо всем. О работе странного парламента мы продолжим рассказывать в следующих выпусках программы «Дума актуальна». В студии для вас работала Ольга Артемова. Я желаю вам всего доброго. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова